Добрый день, дорогие друзья, братья и сестры! 1 сентября по новому стилю мы отметили начало учебного года, а сегодня, 1 сентября по старому стилю, Новый год отмечает церковь. Богослужение тоже живет во времени, как и человек. Сегодня весь круг церковных праздников начинается заново. Полный год служб совпадает один раз в 500 лет. И поэтому в жизни отдельного человека каждая служба уникальна. Каждое пропущенное богослужение в храме печалит православного христианина. Почему? Святые отцы называли богослужение жизнью во Святом Духе. И в храме, когда человек участвует в богослужении, он вступает в область Царства Небесного. Будучи еще на земле, он находится на небе вместе со святыми, вместе с усопшим родом, вместе с прошлыми поколениями народа. А День народного единства отмечают белорусы 17 сентября. И этот праздник заставляет задуматься, в чем наше единство. Единодушие, единомыслие Церковь видит в божественной литургии, когда любой крещеный во Христа человек, любой расы, нации, мировоззрения, статуса, профессии, возраста «Чистой совестью и чистым сердцем причащается вечности, подтверждает свое членство в Церкви Христовой, становится единым во Христе и со Христом не только символически, но через действие таинствия благодати и Духа Святого». «Но мы все разных вер, скажете вы. Конечно, разных. Господь создал всех разными, но все равно нас объединяет жизнь в Духе. Единственная точка, в которой мы совпадаем – это идея. Идея Бога, идея человечности, идея Отечества как общего дома. Чем выше поднимается Дух человеческий, тем больше видят люди одинаково, даже если их космические корабли идут параллельно. На Земле мы видим каждую свою сторону здания и спорим, какое оно на самом деле – цвета фуксии или фиолетовая. «С высоты все видят, что каждый был прав, но истины в целом не видел. Космические корабли на человечество не хватит, но стремящийся ввысь Дух есть у каждого. Жить в Духе означает иметь волю к созиданию и творению. Жизнь без Духа – только по законам материи неизбежный распад и тлен. Только Дух противостоит этому естественному закону. А воля к разрушению единства – это зло, растление, развращение, разделение и уничтожение. Разделение общества, народа, нации начинается изнутри конкретного человека. Потому что человек имеет Дух и свободную волю. И от того, что мы выберем, зависит и то, будем ли мы едины. А сейчас ответ на вопрос телезрителя. Грех ли заниматься аэробикой? Православие – это не религия запретов. Это религия любви ко Христу, распятому за человечество для того, чтобы люди возвратились в Царство Божие. Воскресение Христово и аэробика – понятие, лежащее в разных плоскостях. Скажу так. Ручки и ножки двигаются прекрасно. Прыгайте и Бога благодарите. Завтра, 15 сентября, день памяти святых Антония и Феодосии Печерских. Им сейчас сугубо нужно молиться о возвращении веры, сохранении православия, об установлении мира среди наших народов. А 21 сентября Церковь отмечает двунадесятый праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Придите почтить рождение Пречистой Девы в храмы. Редактор субтитров А.Семкин